МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надя! Привет! Привет! Приехали? Заходите! У меня репетиция тут с бабушками. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, девочки, пошли на сцену вперед! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О, будь другом, включи свет полный. Здесь из разных шахтан шагалсава шулай шагалас. Ты ничего, кляр, где все лежишь так? Ты ничего, котомка. Зачем? Мы на смотрах! Надя, да вам бы тренировать-то оркестр советской армии и вообще в армии работать. Кто? Я? Да я вообще хотела в милицию. Меня мама не пустила. Сказала, пойдешь в милицию, денег не дам. Ну, пошла. Пошла в культуру. Сразу определитесь, тетя Зоя. Давай, пошла сразу? И мы хороем. Пошли, мама. Пошла. ПОЮТ ПОЮТ В репертуаре нашего коллектива старинные народные песни, мелодии, которые пришли от их дедов, прадедов. И я им благодарна за то, что они вот это все сохранили и стараются передать нам, молодому поколению. Ну, мы, конечно, пытаемся петь вместе с ними, но у них такая мощная дыхалка, что это любой молодой, наверное, может позавидовать. А какие чечетки они отбивают, какие дробушки. Старинные, нагайбакские дробушки, что даже специалисты не у всех получается. С трудом даются эти дробушки. С трудом даются эти дробушки. Казаурактим. Я уже не помню, 85-й что ли какой год был. Нам, двум коллективам, сразу дали звание народное. И мы были в шоке, когда нам вручили специальный приз мэра города Набережные Челны, золотую тарелку. Мы говорим, почему нам? Потому что выгодит малая народность, которые сохранили свои традиции, свою культуру. Вот за это нам вручили. Какая моя роль? Я просто их пригласила. Люди меня поддержали. Это значит, у них все это в душе. Они хотят петь, они хотят творить. И вот еще раз я вернусь к бабушкам, потому что они мне дороже всех, потому что я начинала с ними работать. Это уникальные женщины. Я думаю, что мало кто может похвастаться тем, что имеет пять званий Грам-при. Ну что, все, наверное... Закончила? Да. А вот последние кадры? Подожди, сейчас я сохраню. Монтировала? Да, все у нас. Как в прошлый раз. Сохранила, сохранила, а потом пришли через полчаса и опять ничего нет. Потому что вот все на себя взваливаешь, и получается, что в последнюю секунду вот сидим тут до полуночи. Мне легче самой сделать, чем ждать, пока кто-то сделает. Тогда и не напрягай всех. Тогда и сиди, и работай, и работай. Вот всегда ты такая. Вот все на себе. Вот уйду на пенсию. Не пугай. Что хотите, то и делайте. Надь, ну мы не сможем без тебя. Ты же понимаешь, что если ты куда уйдешь, там, тем более на пенсию, все встанет. Потому что все идет только твоим авторитетом. Я просто пугаю. Не дождетесь, не уйду. Не до конца нормальные люди, что ли. Фанаты. Поэтому. Даже вот в отпуск. Я ухожу в отпуск, и мне в отпуске дома не лежится. Я, может, от силы неделю там в отпуске побуду, и все, меня снова тянет. У нас еще не закончилось одно мероприятие. Я уже, например, начинаю думать о другом мероприятии. Ночами иногда бывает, не спишь. Ну, больные люди, больные. Я просто припоминаю один случай. Ночью, включая, ну, переключая на какой-то канал, идет фильм. Фильм о войне. Я пришла на работу, и сразу начала, файя, я такой фильм видел. И давай, начала рассказывать. Сама плачу, сама рассказываю. Ну, дура, короче. Вот, я ей рассказываю. Она говорит, и что? Я говорю, что, будем ставить. На смотр будем ставить. Но, когда все это мы сделали, идет на сцене свадьба. Свадьба, и в это время звучит марш вот этот немецкий. На большом экране самолеты летят. И здесь въезжает, у нас вон боковая дверь, вон там. И когда въезжает темный мотоцикл, похожий на немецкий, и там сидят пацаны в немецкой форме с автоматами, в зале люди плакали. Люди старшего поколения, они говорят, ну, думали, говорит, на самом деле началась война. Я иногда бывает и в гости ухожу. Мы все юбилеи вместе отмечаем, отмечаем с клубом. Поэтому, если, например, кто-то заболел, мы идем проведать. Кто-то из них в больнице, например, лежит. Или я вот недавно в больнице лежала, и они мне звонят. Каждое утро мне тетя Роз звонит. Че, спишь? Вставай. Тетя Зоя у нас в последнее время болеет, конечно. Я хочу, чтобы они, конечно, подольше существовали, подольше пели, все это вот передавали. Даже, ну, вот Фая говорит, я помоложе была, я тоже, говорит, не понимала, о чем они поют. Ну, поют, поют. И понимание всего этого, говорит, приходит с возрастом. Ведь на конкурсах они принимают участие, в разных конкурсах. Там ведь тоже народ, который русские сидят. Ну, разных национальностей. Они тоже язык не понимают. А и не надо понимать. Главное, услышать, как они поют. Три песни подряд вы пели по куплету. Ну, на конкурс я отправляла. По интернету. Заочный конкурс. Да, да. Международный, второй международный фестиваль искусств, секрет успеха, который проходил в Великом Новгороде. Я посмотрела результаты. И, оказывается, вы стали обладателями гран-при. Это ваше пятое гран-при, девочки. Гумыр появился... Ой, сейчас скажу, будете смеяться. Гумыр образовался 1 апреля 1971 года. Гумыр означает жизнь. Почему? Потому что вся жизнь этих бабушек... Я их бабушками не называю. Я говорю, девочки, девчата, девки. Ай да, типа. Потому что вся жизнь у них в песне. Они раньше... В основном они доярки. Единственная тетя Зоя... Штукатурм-маляром. Да, она штукатурм-маляром проработала. Она пришла позже. Она пришла в 87-м году. А так все девчата... И вообще самое интересное. Изначально их было 8 человек. Ну, по стечению обстоятельств там ушли из жизни. Кто-то по состоянию здоровья не смог ходить. Вот на сегодняшний день их осталось четверо. И самое интересное. Вот две красотульки сидят. Это две родные сестры. Это младшая, это старшая, которая уже 82-й год пошел. Но в последнее время что-то немножко она у нас болеет. Ну, мы ее немножечко материм, чтобы она не болела. Говорят, помогает. Вот. А это у них двоюродная сестра. А это сноха. Поэтому они ее гоняют. Меня ругают. Ругают. Да. И сам... Они поддаются. Да. Они постоянно вот на таких посиделках вспоминают, как они поехали в Казань. В Казань поехали, а у них руководитель был с райцентра. И почему-то получилось так, что они в Магнитогорск-то приехали, а этот мужчина почему-то с командировочными денежками-то и тю-тю куда-то пропал. А этим-то хочется ехать. Вот. Они подходят к милиционеру и говорят, товарищ милиционер, мы... Вот. Мы артистки, нам надо в Казань. Ну, и что? Поезд ушел. Он говорит, ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Ну, он отправил их в аэропорт. Они приезжают в аэропорт, самолета нет, самолет тоже улетел. Поэтому они опять к милиционеру. Товарищ милиционер, мы артистки, нам надо срочно в Казань. Сейчас придумаем что-нибудь. Для них зарядили кукурузник. Они, значит, садятся в кукурузник, такие довольные, что-то собственное, чуть ли не личный самолет у них. Вот. Ага. Это ты спросила, да? Нет. Ну, в общем, девчата... Ага, кто-то из девчат спрашивает у летчика. А можно в самолете петь? Они, говорят, так ухмыляют. Ну, типа, давайте-давайте, пойте. Как началась болтанка, там какой петь? Мы, говорит, как желтые цыплята оттуда вылетели. Надя, хорошая, строгая, дает нам шорох. Они меня зовут вождь. Все стоите, как... Правильно сказал. Как все стоишь, что... А вы не обижаете? Нет. 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 Мы уже, богу праву. Мы сами на такой вид. Меня Ташаковский называют. Да. Меня Джонни... Меня муж Джонни был. Меня Джонни говорит. Потому что, когда кричишь, тетя Катя, она не слышит. Я кричу, Джонни! А? Ой, девочки, прошу прощения. Задержалась бабушке. Ну, бабушке превыше всего, конечно. В общем, все вы знаете, что у нас каждый год в апреле смотр художественной самодеятельности. Мы программу уже составили. Сценарий будет называться «Сказ о земле на гайбах». Что от вас нам надо? Главное действующее лицо вот этого смотра у нас старец. Вот он вводит во все времена вот эти. Книга жизни пишется района, села. И поэтому, тем более у вас есть гусли. Ни у кого в районе их нет. Поэтому мы думали, где-то там, да, у вас композиция какая-то. И там гусля, старец вот этот на гуслях. О, Филипп, здорово! Как дела? Скажи, здорово, Лидия! Молодец! Заходи, Лен. Привет, девчонки! Привет! Как дела? Хорошо, что у вас? Ну, нормально. Вот приехали гости. Хотим сходить в гости. Поэтому свешай-ка нам килограмм хороших конфет. Спасибо, Галь. Спасибо. Сейчас мы пойдем с тобой в гости. Что, мы зря, что ли, купили конфеты? Сейчас пойдем, посидим с нашей легендой, с киномехаником Василием Афанасьевичем Шимовым. Но это еще не все, дорогая. Меня ждут с тобой мои племянники. Познакомим тебя со своей семьей. Субтитры создавал DimaTorzok Привет, дядя Вася! Столько лет не виделись. Как дела? Как здоровье? Ты же у нас старожил столько лет. Здравствуйте, дядя Вася! Здравствуйте! 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 Что такое киномеханик в деревне? Это, наверное, такая была модная профессия, как гармонист. За вами, наверное, девчонки бегали. У нас, видишь, какой он видный мужчина? Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, в гости-то зовите? Ага, зайдемте, вот. Тетя Катя дома? Как у вас замок какой ловкий, интересный, загадочный. Так-то не откроешь. Дядя Вася, а что вы в валенках-то в таких огромных? Ну как что в валенках? Это же отпечаток тех лет, потому что в кинобудке всегда был бетонный пол. От этого вот, наверное, у него и ревматизм, и все такое, и возраст. Вспомни, дядя Вася, как ты бегал, да? Афиши клеили. У нас в двух точках мы делали, возле клуба афиша висела. И вот недалеко от его дома, вот у нас наверху на горе стоит магазин. Люди туда идут. И мы, они вешали на забор еще афишу, что кино. И вот ребятишки, которые помладше, каждый раз бегали туда смотреть, какой фильм сегодня привезли. Афишу он сам писал, у него очень красивый почерк. На какие фильмы, вот ты помнишь, было прямо в деревне столпотворение? На какие фильмы ломились люди, было много народов? Ну, наверное, когда Хрущев ездил в Америку, вот тогда так творилось, народ, в общем-то, в общем-то, много было народа. Особенно на индийских фильмах там был бал. Ну, индийские фильмы, да. И плакали все. Я помню, вот, все по домам фильм был. Как полный зал, в общем, народ был, собрались. Как время подошло, свет отключили. Они, говорят, все по домам. А фильм название все по домам было. Вот они на другой день опять собрались. Опять в то же время, опять свет выключили. Опять все по домам. И народ говорит всегда, мы же с собой пошли по домам, пошли по домам. Вот такой случай был. На третий день только это показывали, все им посмотрели. Ну, ладно, дядя Вася, большое тебе спасибо. Дай Бог вам здоровья. Живите долго, не болейте. Ты знаешь, я не знаю, то ли это возраст, то ли что. Мы сейчас так ностальгируем по тому времени, по этим нашим славным 80-м. Скучаем по тем фильмам, которые показывали, как народ собирался. Ну, это общение, было живое общение. А сейчас же все дети вон за компьютером, на дискотеке народ не ходит. Поэтому вот мы решили немножечко детей вытащить из дома, от компьютеров. И мы сделали большой экран через проектор. Мы теперь демонстрируем для детей мультики. Привет, родственнички! Здравствуйте! Ждали? Проходите, давайте за стол. Привет. Привет. В носик тебе. Катя, айда поцелуемся. А что ты меня не целуешь? А дайте. Я же тебе сегодня говорила про фильм, который мы сейчас начали демонстрировать в клубе. С баннером там, с проектором. Вот вдохновители этого движения. Это мой племянник. Владимир. Владимир. И вообще сейчас я познакомлю тебя со своей семьей. Это его супруга Ольга. Две девочки. Даша и Катя. Вот говорят, Катя, это я. Вылитая в молодости. В детстве. У меня два брата. Старший брат Николай с супругой. Это у меня младший брат Павел с супругой Олесей. Это их дочка. Так, племянники. Вова у нас средний. А вот у нас старший, Василий. И младший. Калян. Вот это моя семья. И ты понимаешь, они же меня должны поддерживать. У меня же поддержки нет. Кто мне еще поможет, если не моя семья? Правильно? Стол накрыть. Вот я их попросила. Я говорю, ко мне приедут гости. Мне как бы некогда. Организуйте. Видишь, они организовали. Теперь. Мужиков-то нет в самодеятельности. А что делать? А на что у меня племянники? Я их потихоньку-потихоньку подтягиваю. Теперь на сегодняшний день у меня вот два племянника. Вот Вася и Вова работают в клубе. До этого у нас Коля работал. Но сейчас Коля у нас водитель скорой помощи. Но, тем не менее, он тоже приходит, помогает, поет. Ты ждешь, Лизавета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. А держим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Вы не ревнуете к этим четырем бабусям ее? Не ревнуйте. За это она и безможется сидеть, что в клубе не уходит. Замужки никто не берет, потому что в школу домой не приходит. Пошла бы в милицию, значит, мы бы... Пошла бы в милицию. С милюром ты сидела. Да нет, у нас тебя не рада. Я раньше концертом как-то негативно. Но вышла замуж, мне пришлось ходить на эти концерты. Вынуждена была. Вынуждена. И я первый раз пришла, свадьбу в Малиновке вы делали? Да. Господи, я обалдела. Я не видела таких представлений. У меня где-то я заплакала, где-то я смеялась. Я пела почти каждую песню. Это для меня событие целое было. Я говорю, даже домой пришла. Я говорю, Паш, я не ожидала такого. А бабушки, когда поют... Ну прям, мы на кайбаке все, прям по спине шмурашки. И кровь, понимаете, в чём я работаю? Надя, говорят, что деревенские клубные работники, они все больные на голову. Правильно говорят? Здоровый человек там работать не будет. Потому что мы фанаты своего дела. Я же говорю, не хотела. Но так меня всё это затянуло. Иногда бывает, что я и на обед не хожу. Там где-то перекусили. Надя, ну получается же ты одержимая? Ухой, да. И гумыр твоя жизнь. Да, это моя жизнь. Кстати, о жизни. Завтра наша жизнь, наш гумыр едет с концерта. Поэтому нам с тобой надо идти отдыхать. Завтра в путь. Пойдём. Пошли. Так, всё, давай, быстро одеваемся. А Кома сейчас подъедет и всё. Кома сейчас подъедет и всё. Так, давай аккуратненько. Давай, тётя Зоя. Давай. Тётя Зоя, сумку свою. так привет алексей николаевич это с нами и и и